всем привет у нас сегодня рубрика backyard здесь у нас сашка занимается две одинаковые машины делает из двух одну мы сегодня поснимаем один автомобиль очень часто люди писали за него в комментариях некоторые писали вот интересный автомобиль интересно что с ним вот сейчас посмотрим я несложно сеть запыхался мне тут чем бак что такой огромный блин и там внутри компрессор этому вообще этот компрессор выкинуть чтобы было легче носить вот он 123 mercedes 2 и 4 дизель 78 года купили мы его наверное наверное года четыре назад или пять лет назад давно и в общем что-то первое время мы как-то на нем двигались там что-то выезжали катались а потом просто бросили его ему ну так вот в траве постоянно стоит я его очень редко вытаскиваю по моего и обратно ставлю и вот последний раз я его вытаскивал очень давно и думаю что сегодня настал этот день нужно его завести выехать на нем поменять на нем масло залить поменять фильтр масляный и поменять топливный фильтр значит здесь у нас правда не кожаный здесь какой-то материал типа винила но очень хороший уже сколько лет а а все еще достоин как говорится здесь какие-то жуки дохлые автоматическая коробка передач оригинальная магнитола здесь стоит можете кстати заскринить посмотреть на ebay она очень очень дорого стоит он руль уже немножко в плесени торпеда к сожалению уже начала немножко трескаться пробег на нем сто семьдесят восемь тысяч миль но эти моторы вечные слышите скрипит как бабушкин диван да здесь у нас смотрите регулировка динамика в передних задних а также кондиционер но последний раз когда его включал он работал здесь у нас еще мануал и родные остались ну что я думаю не будем не будем мы ходить вокруг да около вроде закрыл давайте наверное попробуем его завести завести пусть поработает ай наверное я попробую завести но я не знаю мне что-то кажется что здесь уже солярки трындец он уже столько стоял вообще хотел поехать изначально сюда долить солярки побольше ну ладно попробуем уже если что потом выйду на нас гоняю возьму не знаю колонов 5 солярки зальем тоже стекло здесь поставил так что попробуем начнем а здесь красота у нас под мотором посмотрите все красиво как и должно быть в огороде проверим новые очаги ржавчины так сказать новые очаги ржавчины вот здесь немного аккумулятор конечно же сдох потому что его нужно было снять хотя бы клемму но все равно бы года здесь стоит он бы сдох дальше еще какая была проблема последний раз была проблема с тросиком газом он западал поэтому бывало выше высокие обороты приходилось выходить и здесь просто нажимать и чтобы обороты уходили масло здесь как будто даже больше чем надо черное черное ну ничего мы сегодня сюда тоже масло плеснем нового свежего это у нас если кто-то если ошибаюсь поправьте меня это по моему круиз-контроль вот это вот идет а здесь у нас старый так сказать топорный мотор ничего здесь как бы такого нет дальше я купил топливный фильтр вот он здесь вот видите вот его нужно будет поменять может даже ладно потом сначала попробую завести и масляный фильтр подожди это как я понимаю тоже фильтр идет да но я купил только для масла ладно вешаем джамбакс и пробуем стартить ой блин надо было подождать пока свеча накала резкий просто замок сильно а еще кстати была проблема долго спиралька нетуха не знаю что это свечи накала и свечи накала плохие кстати у кого кто вообще с дизелями связан отпишите пожалуйста я сейчас на горе не знаю не помню не помню наверно просто не знаю не буду врать что пробуем блин надо было год ногу с газа не убирать спиралька все вот слышите обороты повышаются вот это то что я говорил вот это то что такое Это же, как я понимаю, вообще стопор им заглушить вроде бы можно. Пусть поработает, поколбасится. Минуток, наверное, 5 где-то так. И будем пробовать выезжать. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пойдем посмотрим, на чем он стоял, на этот островок земельный. Вот здесь вот, гляньте. А здесь просто было убежище кротов. Но оно сейчас и будет, мы потом обратно поставим. Ну, здесь что-то капало, наверное, маслице, может быть. Вот он здесь просел и скользил, и не мог выехать. Ладно, надо его вытаскивать сейчас, загонять на подъемник и менять масло. Вот, да. Вот. Адемия. ну что я могу сказать вот это вот реально мягкий автомобиль очень-очень мягкий давным-давно на нем ездил вас хорошее ощущение до конца до поворота доеду на поедем на нем масло меня на и помыть бы его не мешало потом почистить внутри и обратно в траву я думаю на она привести лучше на него чехол чехол накрыть чуть-чуть так выгуляем что-то спидометр чуть-чуть спидометр чуть-чуть выделывается где работает температуру мотора не показывает надо посмотреть может быть крыса перегрызли провод где она узнает вот проезжал сколько здесь я мы не на одной яме ни одного звука подвески ни одного 78 года машины ну конечно непонятно еще сколько раз ее ремонтировали аварийка не работает так что там поворотники поворотники не работают надо разбираться может реле какое-то сломалось интересно купил на него фильтр смотрите вот что значит для людей гляньте класс да наверное хотя у кого такие мерседесы для них ничего удивительного для меня очень удивительно чтоб ты руки не марал как раз за скобочку и поднял поднимаем сливаем масло кстати один очень важный момент я не купил один большой фильтр для солярки в том что если заходишь в обычные магазины которые продают автозапчасти все нужно делать заказывать то есть нет ничего в наличии я сейчас еще по месту съезжу сейчас я немножко в другом городе не в портленде поеду посмотрю может быть у них он у них есть здесь стоит большой потому что мне дали только маленькую такую пердулину маленький фильтр вот здесь внутри стоит но наверное вперед все равно сначала поменяем масло давайте посмотрим на состояние днища автомобиль семьдесят восьмого года начнем с жопы посмотрим уже здесь немножко подржавела здесь целая кстати сюда лучше пробочку какую-то а то мышки а вот и пробочка здесь мышки наверное сюда ходили и не раз смотрим здесь состояние ну вот смотрите уже конечно очаги коррозии есть вот вот здесь вот вот видите вот уже здесь есть ну это если бы она здесь бы не было тирану то я думаю было бы намного лучше так пойдем вперед здесь у нас конечно хардкор лютый все черненькое у нас на старом бмв мне кажется намного хуже все в масле чем здесь здесь еще неплохо тор конвертером видно так идем вперед значит здесь тоже уже поддон весь ржавый жалко так как машину забыли мне кажется надо ее подделать до продать кому-то этот погрузчика это когда машину с копорта на вилке вывозили это там погнули скорее всего а может и нет надо тоже желательно конечно выгнуть снять выгнуть или может новый просто заказать вот это тоже можно будет наверное может зачистить додумать какой-то красочкой а он гнилой какой но сейчас начнем наверное все таки с замены масла здесь у нас болтик и поменяем загрев масла чуть-чуть еще посмотрим пока масло сливается значит что у нас здесь здесь у нас уже муфта окаменевшая чуть-чуть под тресканая так больше ничего не видно пыльники еще не порвались но уже сухие сухие такие пыльники на полуосях здесь получается как я понял это для колона чтобы сливать тосол здесь если нет поправьте меня напишите потому что здесь с другой стороны другое крепление на радиатора похоже взял такое масло честно говоря я не знаю какое масло в старый дизель заливать взял вот такой вот вроде бы для дизеля хотя не знаю есть разница думаю никакой разницы нет залью шеврон масло конечно это далеко не самое крутое по моему 6 кварцев сюда влазит но вообще лучше так делать только сверху нужно просто лень лезть наверх сама воздухом выдувать хотя ладно че уже залезем пока продоль о о а 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 так будет лучше так дальше нужно лезть в масляный фильтр вон он где стоит запомнили где эта трубочка я могу забыть кстати забыл еще купить сюда нужно поменять прокладку блин капец я ключ взял не работает а а эту другую возьму а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надо хлопать тряпкой... А, здесь же есть скобочка. Здесь видите, какая маленькая. А на новом фильтре большая. Так, где-то шпака здесь. Я еще сначала в перчатках был, а потом... Теперь я без перчаток, в общем. Здесь нужно резиночку вытащить. Надо было что-то типа иголочки взять или отвертку. Сейчас возьму что-то типа иголочки или отверточки. Кстати, странно, у меня в наборе была только одна резинка. Но этих резинок почему-то не было. Сейчас перепроверю еще на всякий случай. Продолжение следует... хотел сначала вместе засунуть но не получилось что-то кстати резинка вроде новая но как-то не плотненько сидит мне не нравится не плотненько тут вошла нормально вроде бы легла нормально я надеюсь и и и и и и и Следующий шаг Нужно поменять Маленький фильтр топливный Он здесь стоит Получается это топливный фильтр Для насоса высокого давления Как я понял Потому что он стоит Прямо возле насоса Вот он маленький Тут два крестика Сейчас я откручу Да поменяем Солярка так уже конечно пованивает Так Так вот наш Новый фильтр Кстати этот даже по моему Круче какой-то стоял Ну ладно не важно Так вот Так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Позвонил в магазин Конечно же ничего нету Нужно все заказывать Я хотел большой фильтр заказать Ладно, то есть хотел поехать сразу купить Поэтому придется предзаказ сделать Ну ладно Сейчас тогда пущу его, наверное заведу Переснимать кадр Я блин так сюда еле попал Одеваем подушку Давай самую первую здесь О, есть Раз И на матрас Все, вот так понял Молодец Так мы работаем, Меджан О, электрика заработала Аварийка заработала Мерседес начал по чуть-чуть оживать Подкачать Солярки Все, подождем Кстати, можно кондиционер проверить Работает или нет Посмотрите У меня там где-то есть пистолет Чтобы температуру мерить Попробовать Все Здесь побрызгали немного Пиви-бластером Чуть-чуть Механизм этот Чуть-чуть лучше себя чувствовал Девак 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 Вот так не будет, конечно, на видео Но вот это прикол Регулировка Раз Только передняя Динамика Раз Только задняя А смотрим Солончень хотя бы внутри Козырьки Целые еще Целые Правда, простенькие Здесь нет зеркал В более Крутых комплектациях Здесь только одно зеркало Знаете, здесь есть зеркала Которые откидываются Вместе с фонариками Здесь уже чуть-чуть Да? Как на старом Жигуле Как на копейке Потолок такой еще Нормальный Задние сиденья Классная машина Садишься как на старый Бабушкин диван Датчики все стали Тоже заработали Этот самый Начал показывать Температуру мотора Потому что сначала Когда я завел Выехал Пока он стоял Вообще ничего не показывал Не знаю Может что-то окислилось Чуть-чуть Кто знает Как я говорил Комплектация Здесь простая Здесь еще Весла стоят Хотя уже есть На таких Мерседесах Есть уже Стоит Электростеклоподъемники Вроде холодно Сейчас я попробую Пистолет найти Найду пистолет Посмотрим Сколько сейчас Отсюда Выходит Градусов Я чувствую Холодный воздух Так Еще я думаю Проблема Мне кажется Как будто Заряд от генератора Не идет Потому что Если смотреть сюда То здесь напряжение 12,2 Скажите Тарахтить Лязгой Что-то снизу Вот пистолет Сейчас проверим Сколько дует 10 Это Не предел Мечтаний Конечно Но Тем не менее Он работает Это уже Хорошо Да Ну что Глушим А что Он не глушится Интересно А ну-ка Сейчас Попробуй Это механика Мы его не остановим Все Опа Он теперь будет Неделю стоять Пока Интересно Девки плясут Так Что это было Неужели это Из-за того Что я Включил Кондиционер Не понимаю Что это Он от радости Что ли Что ли Так А ну-ка Сейчас Еще Попробуем Сейчас Пойду Посмотрю Что там Пацаны Отсоединили Или чем Заткнули Все нормально Все на месте Что за фигня О чем Он не глушится Ни хрена Себе масло Поменял Но оно Сейчас горит Аккумулятор Короче вот такое Новое приключение У кого какие-то идеи Напишите В комменты Теперь машина Глушится Только Вот так вот И все Почему-то Я не знаю Надо смотреть Что-то Окислилось Может Где-то Почему Потому что Как я уже говорил Сначала Вообще Ничего не работало Потом заработало Потом после того Как я включил Кондиционер Она вообще Теперь Сама не глушится Вот такая вот Тачка Ну ничего Сейчас она Вернется На огород Туда дальше И будет дальше Стоять Так что Вот так Вот В общем Что-то Где-то Отходит Это как-то Заводится Через раз Еще попробуем Аж тормозные колодки Загорелись Сейчас я покажу Что проблема Я когда меня в масло Снимал Мне эта трубка Вакуумная Мешала Думаю Сейчас ты будешь В порядке Понял На вакуум идет Я думаю Это вакуум И туда Знаешь Здесь Не Это так и был Я это Не трогал Вот 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 Была Так Я думаю Что все-таки Проблема была В этой трубке Сейчас я на нем Развернусь Где-то Здесь остановлюсь Посмотрю Посмотрим Оно Это или нет Блин Там машина едет Блин Не снял Ну короче Она заглушилась Нормальная Так я думаю Нужно его Сполоснуть Помыть Но наверное Не мойка Высокого давления Потому что Я думаю Она наделает Немножко делов Здесь уже Видите Краска Начала отходить Поэтому Руками Помою Шлангом Смою Сейчас Наверное Пока его Замочу Водой И руками Повымываю Так будет Намного Лучше Продолжение Сейчас Покажу Здесь На капоте Есть уже Как наросты Такие Вот Я их не могу Тряпкой оттереть Тряпкой Шампунь Это Недолго Оттирается Поэтому Наверное Придется Мойкой Высокого давления Сейчас Чуть Чуть Попользоваться И вот Здесь тоже Такие уже Были Как Я не знаю Сказать Как ракушки Такие Начинали Расти И мы Хотим Наверное Может Чуть Чуть Позже Квотор Сделать Здесь Покрасить И как раз Вместе С дверью Сейчас Пройдусь Наверное Все-таки Главное Сюда Не залазить Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Немножко Следующий раз Солярка Хорошая Хорошая Все нормально Работает По чуть-чуть Ездит Здесь у меня Получается Стоят Обычные Колеса Штамповки С вот такими Вот стильными Колпаками Тут вообще Резина маленькая Тут еще 14 Стоит Но у нас еще был Один мерседес Был 123 Только двухдверный И там уже было Литье Ну мы его на запчасти Так и продали И литье тут продали Кстати я сейчас Покажу Что от того Мерседес осталось Он был Трехлитровый Дизель И он был Турбированный Вот это то Что осталось От того Трехлитрового Здесь уже Ничего нет И мотора нет Осталась Вот такая вот Часть Кузова И все Вот это была Двутверка Можно цветы Внутри садить Ну если бы Впереди фары Были бы Было бы прикольнее Старенькая машинка Там какие-то проблемки Там какие-то проблемки Внизу дырочку Нашел Тут что-то с электрикой Бывает Не пенливается Сейчас я ее помыл И поставлю обратно Здесь будет Обратно стоять Здесь Калучик Вообще Конечно Лучше его Чуть-чуть Подмазать Поделать И Или лучше Или продать Кому-то Кто будет На нем Действительно Ездить Им заниматься А так Наверное Надо На крючуху Тогда будет Хорошая погода И пусть Ну стоит Хотя бы так Не загрязняется Поэтому Думаю Вам понравилось Надеюсь Спасибо за просмотр Увидимся в следующем видео До новых встреч